Бурное обсуждение пенсионной реформы проходит во многих регионах страны. Подоплега для законопроекта стали экономические и социальные факторы. Это ухудшение демографической ситуации, нелегальная трудовая занятость и теневая зарплата, а также улучшение качества жизни, говорят авторы законопроекта. Впрочем, как пояснила начальник местного пенсионного фонда, северный вариант ухода на пенсию раньше на 5 лет сохраняется. Льгота снижения пенсионного возраста на 5 лет законопроектом предусматривается. Мужчина будет уходить на пенсию в 65 лет, то если человек отработал при равных неместностях 20 и более лет, он будет уходить в 60 лет. Для женщин, в связи с тем, что общий установленный возраст повышается на 8 лет, то, соответственно, мы минусуем эти 5 лет от 63. На встрече большинство общественников высказались однозначно против повышения трудоспособного возраста. Мы взрослые поколения понимаем, что бабушки, дедушки, они бросают свою работу для того, чтобы их дети продвигались, работали, достигали каких-либо успехов. На сегодняшний день, как говорит Мария Александровна, нас подталкивают под западные рубежи. В одних случаях, я говорю, западные – хорошо. Западные говорят, пенсия под западный рубеж – это хорошо. Но тогда давайте возьмем и хорошую зарплату, как на Западе, достойную пенсию, как на Западе. А то мы вот то, что народу не нравится, берем, а все другое говорим. Мы не будем принимать западные тенденции. В итоге Общественный совет выступил против пенсионной реформы. Резолюцию отправили по Общественным советам югорских городов, губернатору региона и президенту России. Не поддерживать проект федерального закона, да? Да. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Следующая тема коснулась льгот бюджетников. Председатель нефтьюганской организации профсоюза здравоохранения России рассказала о предложении регионального правительства убрать из коллективных договоров пункт о премии к отпуску. Он дает сейчас право получения фонда оплаты труда, у кого-то два, у кого-то три, к отпуску. То есть это очень значимая сумма для нас, для северя. Потому как мы находимся в неблагоприятных условиях, особенно здравоохранения учителя. Общественники также высказались однозначно против такого урезания и поддержали протестное обращение к властям. Также на заседании обсудили подготовку к грядущему отопительному сезону. Местные коммунальщики заверили – работы тут по графику, аварийных ситуаций не будет. София Гриценко, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».